Японские развлекательные шоу это практически отдельный вид искусства. В них нет смысла, только безумие и хаос. Есть место непристойностям, черному юмору и настоящему трешаку. Но это для нас, а для японцев, наверное, такие шоу в порядке вещей. Как бы там ни было, сегодня мы посмотрим на 10 по-настоящему сумасшедших японских шоу. И не скупитесь на лайки, так делать видео намного приятней. Это шоу вышло на экране относительно недавно, но уже имеет кучу поклонников. Сюда приглашают пары, которые собираются сыграть свадьбу. И чтобы проверить на прочность их любовь, заставляют выполнять разные вещи. Например, жених должен выстрелить невесте в задницу снарядом с неизвестным содержимым. Что окажется внутри, влюбленная пара узнает только после выстрела. Японцы все еще извращенцы. Неудивительно, что почти в каждом шоу у них присутствуют раздетые или полураздетые девушки. В этом соревновании команда мужчин должна выбить все таблички, закрывающие обнаженную девушку. Если игрок при этом не удержится на небольшой скользкой горке, ему придется искупаться в зловонной черной жиже. А в этом шоу человека запаковывают шар, оставляя снаружи только голову и отправляются заниматься спортом. Задача дойти до финиша, не порвав при этом костюм шара. Выглядит все нелепо, но очень забавно, особенно когда участник бежит в 100 метровку. Шоу «Царь горы» чем-то похоже на распространенные передачи с полосой препятствий, только здесь все гораздо необычнее. В последнем финальном испытании, чтобы получить приз, участники должны забраться наверх лестницы, щедро смазанной лубрикантом. Два человека постоянно подкидывают сверху еще смазки, а шестеро участников в костюмах рейнджеров упорно пытаются добраться до главного приза. С помощью этого шоу японцы довольно оригинальным способом контролируют свою численность. Сначала мужчину в одних трусах ставят вниз головой в специальной стойке, а потом к нему подъезжает машина с плетью и начинает отбивать бедному мужику яйца. Побеждают участник с самыми стальными и более устойчивыми яйцами. Японцы не дают поспать милым японкам. Шестеро симпатичных девушек спокойно спят на полу, а два неугомонных ведущих всеми возможными способами питаются их разбудить. Кому-то торт в лицо прилетает, кого-то разденут, а кого-то могут и облапать. Как и во многих японских шоу, цель этого полностью раздеть девушку. Команда из четырех мужчин вращает платформу и тем самым тянет за нитку женского белья, постепенно распуская ее. Если участники смогут распустить платье за пять минут, то будут целых три минуты любоваться на голую женскую грудь. А если нет, то останутся они удовлетворенными и измазанными в жидкости, подозрительно напоминающими кое-что. В этом шоу два мужика соревнуются в умении мухлевать в карточных играх. У каждого из игроков есть две девушки-болельщицы, которые раздеваются в случае проигрыша. Выигрывает тот, у кого к концу игры девушки будут максимально одеты. Такое шоу наверняка привлечет большую часть мужского населения Японии. Судя по всему, японцы не могут просто раздеть женщину. Перед этим обязательно надо страдать. Например, участники этого шоу пытаются стянуть одежду с девушки прищепками, которые цепляют к различным частям своего тела. Сильнее потянешь, и твои страдания окупятся видом обнаженного тела. В этом шоу ведущий держит банан в шоколаде на уровне своего паха. А девушки-участницы должны, стоя на коленях с помощью рта, очистить этот банан от шоколада. У этой передачи не такой уж высокий возрастной ценз, ее даже дети можно смотреть, но это в Японии у нас нет. Ведь процесс вызывает совсем не детские мысли. Ставь лайк, если был так же, как и я, удивлен японским шоу. На этом все.